Всем привет, дорогие господа, с вами ваш любимый блогер Александр Чишев. Я как раз сейчас с вами решу обсудить такую интересную тему, именно сравнение телевизора и интернета как такового. Ну, у меня однозначного ответа на этот вопрос точно нету, потому что тут везде плюсы есть и минусы есть свои, и тут везде есть свои плюсы и минусы. Поэтому тут трудно что-либо сказать, но скажу так, что именно, что вот именно в плане, контент именно сам по себе именно, в этом плане, что тут, что там, в этом плане, везде по сути, ну, фактически одно и то же. Потому что по телевизору бывает именно много вот этих вот шлаковых там телешоу, такие как модный приговор, давай поженимся, пусть говорят вот это вот, все вот это, всякие прочие там бредни такого рода. Ну, как бы сказать, там на телевидении вот этот шлак, он действительно есть, и при этом ты от него не увернешься в этом плане, потому что, знаешь, хочешь там подождать какую-нибудь там, например, хорошую передачу, которая тебе интересна, а тебе придется ждать, когда вот этот вот шлак пройдет, вот этот шлак вот этот вот. Ну, а хороший фильм лишь только показывает телевизор лишь только где-то ночью, в основном, было такое, когда я смотрел, было ночью, в этом плане. Вот, и поэтому, как бы, вот эта вот шлаковая информация, она там именно задерживается в этом плане, и что, ну, в этом плане мало выбора. Ну, вот на ютубе тоже, конечно, такой же шлак есть, там, например, как вот именно там летсплей, всякие прочие там эти, как и челленджи, или как там Саша Спилберг купалась в чипсах. Да, есть, конечно, такое, согласен. Но в этом плане на ютубе есть преимущество, очень важное преимущество, там больше права выбора, вот. Я не спорю, на телевизоре там, конечно, тоже есть хорошие каналы, да, я согласен в этом плане, да, но их, к сожалению, мало. Ну, если только там какой-нибудь счастливцы есть, например, именно там именно какое-то там именно особое подключение, там, например, где там по многу каналов, где там можно даже переключать на нормальные там каналы с западными фильмами, там, или там музыкальные, ну, это только лишь счастливцы есть. Но в целом именно, в целом в основном пользуются тем, что есть в этом плане. Ну, а на ютубе, вот в плане, как я говорю, больше вот права выбора, и ты можешь выбирать какую угодно информацию в этом плане. Можешь выбирать, какую тебе нравится, да. И тебя никто не обязывает смотреть именно купающихся в чипсах, саша с библикой, тебя никто не обязывает. Ты можешь сам выбирать, что хочешь в этом плане. Тут именно право выбора. Правда, к сожалению, ютуб тоже потихонечку становится уже, как телевизор начинает уже потихонечку там, всякий там шлаг начинает спускаться и так далее. А если вот мы знаем, что раньше действительно было более годное видео, если мы знаем именно годное видео, то сейчас уже потихонечку как-то уже отходит. Если мы еще знаем, что детские каналы на ютубе возвращаются, что, по сути говоря, именно... Да, но хотя бы у тебя есть право выбора, и ты можешь записать. И даже не то, что даже ты можешь даже смотреть этот ютуб, и ты еще даже можешь и создавать свой именно канал, можешь создавать, и выкладывать свои мысли и идеи. Что это, по сути говоря, очень здорово в этом плане. Как сказать, и... В этом плане. Ну, что касается... Последнее время сейчас на ютубе тоже много рекламы идет в этом плане. И что тут, что на телевизоре, что на ютубе там тоже такое же количество рекламы. Так что хочется сказать одно. Что на телевизоре, что ютубе фактически одно и то же, но у ютуба есть главное преимущество – это право выбора. И что ты можешь выбирать информацию ту, которая тебе нравится. Вот и все. А так, в целом, с вами был ваш любимый блог Александр Джиш. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Делитесь этим видео. Пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok